а и вновь всем привет мои дорогие друзья мы начинаем с того же на чем вчера закончили и не сносиние от нас куда-то ушла видимо на заправку ну ладно послушаем вот тебе и вечный мир не уж то война неизбежно похоже и зачем тогда нужен был этот договор тоже не знаю не знаю что это за летающей махиной но выглядели они угрожающе да и летели они прямо к столице если они перекроют и другие дороги им ведь уже нечем здесь поживиться это да ладно посмотрим что у нас там за костик машина у нас в хлам и потом пойдем к основному заданию это же мои друзья на крутой машине а принесете мне кое-какие продукты почему мы ну сид сказал сид сказал чтобы я вас чем-нибудь занял вам ведь все равно сейчас не вернуться домой ну ладно так что вы можете пока что исследовать мир ничего страшного если вы это не найдете но если получится будет здорово правда сид за вас беспокоиться ладно раз успокоиться значит надо будет найти еще одно испытание от старика он нас совсем не жалеет думаю он за нас беспокоиться хочет убедиться что мы можем за себя постоять но видимо да так ладно посмотрим чего у нее есть а вы не раскисайте ясно не раскисаем что-то так набросился прям сразу кристаллы королевское кольцо вот зачем они охотились мирные переговоры были просто предлогом мы его отца одурочили вовсе нет король регис не вчера родился люцис проигрывал войну и твой старик сделал все что мог он все это предвидел заранее и сдаваться без драки не захотел но в конце концов этого просто оказалось недостаточно если что-то нужно обращайся кору я даже не помню когда видел реки в последний раз это было так давно но по сути из четырех друзей остались только двое король и кор охотник и соответственно наш друг механик они по какой-то причине короля таки бросили так я вроде бы говорил с кор оставил сообщение он будет ждать тебя в усыпальнице это к северо-западу отсюда недалеко от форпоста в первую очередь поезжай к нему ну ну как бы хорошо какой-то доп квест еще для нас чем могу помочь так ну техобслуживание нам не нужно вот что будем заказывать а ты ничего и не можешь понятно вот поговорим с Сидом с интересная тут у вас игрушечка вот это это мы нашли когда разобрались с имперцами надо же инсомнийское производство если хотите я могу его улучшить добавить прыки и как же прокачаю для вас мне сейчас заняться нечем в гараже Синди командует найдете нужные детали и я вам все сделаю Сид Софьяр талантливый механик найдите и отдайте железу Сиду надо кстати вот тут кое-что забрать а то он тут припаска что нам не отдал контразили ну блин я думал здесь будет что-то полезное так давайте посмотрим что у нас там по заданиям ну ключевое задание находится фиг знает где усыпальница корр подтвердил худшие опасения ногтиса его отец король регис убит еще не до конца осознав что случилось четверо друзей отправляются на встречу с маршалом чтобы обдумать дальнейшие действия итак у нас здесь есть живописная доставка Сид попросил чтобы тот придумал работу для ногтиса у него как раз нашлось занятие для принца ногтис должен забрать некий ингредиент в галдине и принести его таки так а по заданию по карте я думаю мы можем на автомате доехать до этого задания чтобы не так метки на карте место задания 3 минуты ехать ну ну ладно давайте попробуем автоматически доехать кристалл источник магии процветания в лютесе пророчество гласит что когда тьма нависает над миром кристалл изберет достойного титула короля света этим королем станет ногтис признанный кристаллом когда ему было всего пять лет так вправду удобней ок так чё там нам помидор люцистский люцистский помидорку дай салют купить помидорка помидорка люцистский помидор благодарю приходите снова там что еще один в чем прикол ммм ему сколько этих люцистских помидоров там надо салют заходите еще надо было как-то отдельно не торговать а что-то где-то как-то добыть наверное не причал галдина живописный курорт на побережье ваннат в южном лейде он славится не только своими минеральными источниками но и прибыль но и блюдами из морепродуктов которые готовят шеф-повар перламутра как тура арлан сейчас причал галдина известен как лучшее место для отдыха во всем королевстве но в былые времена сам галдин был скромным поселением рыбаков все изменилось 150 лет назад когда нильфхейм вторгся на территорию люциса и все области за пределами королевского города фактически перешли под контроль империи из той пары рыбацкая деревушка превратилась в торговый пункт соединивший континент люцис и имперский протекторат аккорда со временем однако империя перешла с морских перевозок на воздушные и роль галдина в качестве имперского форпоста стал ослабевать но сколько этот город потерял стратегической ценности столько же он приобрел в культурные во многих благодаря влиянию иммигрантов из альтисии в этом смысле можно сказать что нынешним своим успехом курорты обязаны вмешательству империи но видите не все так плохо может мусорки не мусорки нету жаль дай помидорку еще чем могу помочь еще еще помидор купить я думаю даже 23 помидором дайте три помидора ему купим не знаю благодарю приходите снова да пошел ты помидоры это то что просил так к да быстро мы справились не так уж и сложно это было давайте отвезем это ему алло я уж думал никогда не дозвонюсь рад слышать твой голос принц узнал это дина да ювелир верно и преотличный знаете я волновался за вас парни может загляните в галдин пообщаемся мы подумаем так надо было просто отойти короче с этого квеста и хи 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 он бы зачался черт обидно поговорить с дина так ладно на этот раз мы наверно поедем я думаю пока что здесь ничего такого нету сейчас правда откажется ехать надо продать лишнее оружие кстати и наверное ну не знаю посмотрим короче сейчас человек чё будем делать там еще вот книжечка лежит чтобы вы хотели на этот раз я бы хотел продать ненужное мне оружие если таковое имеется используем и используем и на это пока лучше оставить потому что он может его улучшить так что нам нужно гранаты в браслет браслет с гранатом чуть-чуть увеличивает силу нафиг рад иметь с вами дело ножной браслет спешит так древнего мечника немного увеличивает живучесть ну такое титановый на ручку хорошо увеличивает зеленый чокер из злоковой кожи немного ускоряет установление здоровья и слегка увеличит максим хп сделаем а вот эти два пока что оставим мало ли вдруг понадобится больше мы ничего не можем такого интересного продать на панцирь москвы звезды а то есть она из пример который есть у вас зацененованную категорию это сокровище шип скорпиона а в принципе все сокровища по ходу можно продавать вообще не парюсь вот эти краски на самом деле драконе сравнительно ценный предмет который можно выгодно продать а сокровище короче по ходу можно в принципе все продавать шип скорпиона замена обычной булавки много денег за нее не выручишь но продать можно ну такое 5000 гилл ископаемая древесина я так понимаю что можно так нехило сокровище короче просто продаем сейчас будет очень смешно если мне кто-то скажет о ты дурак короче продал эти сокровища они короче были те нужны еще мне такой черт ладно сокровище короче продали вот все что для машины мы оставим все что для еды мы оставим потому что для еды мы вот это вот собираем это я точно понял что нужно сокровище по ходу до встречи быстренько прочитаем вот эту штуку кулинарные хроники орика запись 4 партнеры а мы с этим парнишкой которая вывела из гор направляемся в листалом по крайней мере я так думаю вроде уже недалеко такое ощущение что уходим кругами парнишка предложил пойти вдоль реки заодно говорит сможем поймать рыбки на ужин а он оказывается совсем не глуп говорит что хочет быть журналистом а я думаю что мы могли бы стать партнерами работать вместе о рыбные филе на шпажках ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля круто ночью на дорогах опасно подождем до утра нет дальше за руль сяду я так и быть об одном прошу пожалуйста только поменьше лихачество так ручной режим и мы поехали так игнис принципе боится ездить ночью потому что ночью может случиться всякая хрень принципе я его понимаю поэтому будем ездить аккуратнее так посмотрим на карту нет ли у нас каких-то там вещей в которые мы можем допустим заехать по заданиям кстати надо было на самом деле посмотреть наханулся потому что теперь часто включается карты надо было сначала посмотреть на карте куда нам надо ехать а потом уже садиться за руль ничего не поделаешь три километра придется до махать до туда включим музончик с музончиком то определенно ночью ездить прикольно это ведь было то что я думаю по моему это были демоны почему здесь почему сейчас не знаю и знать хочу я тоже нужно сваливать отсюда что это вообще было все хорошо не беспокойся путешествовать опасно рекомендую вернуться безопасное место подождать до утра 30 уровень короче вовсе такие вот 97 хп сука тут придется немного проработать что страшно да конечно это зелью выпить бежим как обстану а прикольно победим он смешно то будет оставлять приму к сведению гром ты едва держится так так а а а а а а а а малявки отстань сквена а а а так ладно воскрешает поверженность членов запасом папа 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 ночное сражение визитила плот блин звезда заканчивается так промпта надо восстановить и унисом снять прошу прощения блин а куда-нибудь тоже тихо тихо ха 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 хаха ученые чеку внимание демоны это серьезно против это нас не остановит да блин так на потом зелье кучу купить ладио давай блин и мы короче мы можем за счет оружия убедить на походу не думал так но все нормально да как бы тебя попробуем на самом деле мы делаем все что можем но этого мало таким настроем точно он жестко милым рам последний пух феникса они не нужны так как маленький так нужно опять что-нибудь пошел нахрен мразь ночная наконец-то это закончилось это была первая схватка с ночными мразями но в принципе прикольно все мне понравилось это были но они жесткие короче я не знаю если мне этот меч обновляю выжил потому что у меня в реальном урона такого не хило убьет особенно вот это в разгоне автоматический режим доехать короче место задания а ювелир прям там был болен обидно так живописная так талантливый механик а чё ему надо то в принципе это было жестко не зря он говорит лучше не путешествовать ночью поаккуратно поаккуратнее так безощвенно ну что скоро мы доедем принципе сейчас наверно припаркуемся вот здесь окно назад назад давайте-ка заберем да специально еще на 3 километра отъехал до него нехороший и вниз подобрать мега эликсир так солнцкий перевал ну ладно эликсир эликсирую может когда-нибудь жизнь спасти нам этом почему нет серьезно сейчас 5 утра типы и демоны на этом ну ладно здесь от этих железку силы чудо железка приема сейчас в городе получим полторашка опыта за дешевые может отдохнем не проще получить полторы тысячи опыта но точнее не полторы тысячи грубо говоря там полтора процента умножения чем на 2 потому что на 2 стоит пять тысяч на полтора там что-то копейки ищите где переночевать пора спать ну как вы сами понимаете смысл больше так мастер сит это видимо первая встреча с демоном было что-то непонятное здесь на фото она я думаю мы сохраним первую встречу с демоном почему нам кстати днем не дают управлять ручном режиме даже обидно как-то надо будет там заправиться за одном мне кстати кажется машина у нас не по косо мне вообще не нравится грязная правда но прикольно наоборот выглядит так 800 метров осталось ничего пока интересного по краям не вижу не ну то что сделали кстати то что мы можем катать на машине прям прикольно насколько знаю здесь также по идее есть самолет и также есть лодка насчет самолета не очень уверен но по-моему тоже есть чтобы перемещаться на более большие расстояния потому что карту вы видели она огромнейшая так покупает только самое необходимое ты мне что мама родная родная шутник то какой рад вас видеть нам нужно чтобы 10 зелий благодарю вас так легендарный тормит вращает ногти со всеми так полностью снова у фениксом у феникса блин но надо еще штуки для хотя бы а то не при так вот сделаем пока хватает по крайней мере еще бы не нас сейчас зажигание круто спасибо к этой птиц железку то найти ему полезного там на удивление много сходите гляньте что попадется где там-то боже ты мой сид так с имперским искать герои нашли птиц уверен что может улучшить его если ногт раздобудить необходимые детали железки охрененно и куда нам простите скажите мне пожалуйста опять на блокпост на их ладно давайте короче сначала помидорку принесем но потом поедем другу отца ого съездили и привезли все что надо легче легкого думал это будет испытание вот оно как я вас недооценил следующий раз дам что-нибудь потруднее в любом случае спасибо вам за помощь вот держите это на дорожку ну спасибо о доп опыт круто на два блюда и по сути новый рецепт так у меня еще какой-то квестик привет ребята выручите меня ну если это не просто в магазин сходить нет на этот раз придется поработать я хочу отправить вас за сырьем то есть на охоту мне кое-что нужно для нового блюда надеюсь вы мне поможете добудьте грудку с соблехвоста круто нет даже знать не хочу что это или кто это значит у него новое блюдо так он сказал да интересно что он приготовит давай поохотимся и узнаем ну давай так надо хотя нет там же можно автоматический режим место задания а то есть тоже типа а нет она как раз здесь по сути буквально в двух метрах вижу что-то блестит серьезно вот где-то было железка боже чувак принимаю с благодарностью остальное предоставьте мне как как я должен был догадаться что со всей скромностью замечу все получилось отлично хотите что-то улучшить это запросто так все танки механик ты 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 если на кто раздобует усы керла сит улучшит истощающие копье но на это потребуется времени скучать и займитесь другими заданиями охоты усы керла кто-то кто такие керлы надо для начала спросить наверное ладно там по идее эти чертик которым научить надо давайте бежим бежим надеемся верим что он нам будет весело атаку из тыла так чё нам не сюда походу здесь ну ка торчать нет смысла согласен чуть дальше но я почти дошел это были собли клыки а это собли хвост и это и есть наши дети разделаемся летающим давай разберемся с этим отременем так астрахвостые перья блин палите падать я не особо с такой высоты как не хочу теперь у нас есть то что нужно отнесем пока не испортился ну прикольно прикольно то есть здесь соответственно тоже есть более но сверху ох ты походу ща бой будет бой будет я знаю ну чё ребят сколько же еще раз только не умирай но давайте давайте покажите на что вы способны порошок сотра встались меня вогнали все прошло идеально так ну прикольно короче надо вот так вот здесь здесь это сделали видите получше да то есть продумали наконец-то систему вот этого бития не приходится сражаться не пойми как не пойми с кем хотя по моему кстати было еще вроде какая-то серия даже в тринадцатом части там пришлось уже драться примерно также так что я немножко забираю свои слова назад не были скорее все неправ по поводу того что это первая часть которой такая боевка но насколько я понял здесь видите можно зато как сказать там что-то хотел умное сморозить но а здесь зато можно все таки сейчас формулирует пытаемся в моей голове которая утром ничего не соображает это очень сложно сделать короче суть чем я пытаюсь сформулировать что раньше если ты где-то по карте по какой-то вот вперед раньше ты так шел и типа хренак у тебя вдруг мобы но вот как сейчас да то есть и здесь они могут тоже случайно по ходу появляться но раньше тебя перемещали постоянно в эту хрень и здесь ты можешь как бы из нее спокойно убежать там в принципе ты тоже мог убежать но это как-то дольше было что ли то есть мне кажется менее круто было раньше сделано относительно для меня пошаговая сидела что отдохнем хотя мне очень нравится на самом деле как самой игре все это прописано мне очень нравится 8 например часть 7 часть как прошла охота ребята отлично что ты собрался готовить вам точно понравится то есть зайдете попозже закажите и попробуйте пока что вот подкрепитесь куча куча опыта ох тышь аж по 5 это вы можете оказать мне услугу конечно что на этот раз охота моя кладовка почти опустела мы этим займемся спасибо удачной охоты на рулю вырезку я думаю что это где-то очень далеко находится почему бы так я самому не поохотиться да возьмет свой нож и но тушу разделывать он умеет мясник из него выйдет отличный опасно как у вас дела видимо мы все-таки не нашли тут деталь которая была нужна еще ладно я думаю что мы во первых забравим машину и пока что не будем выкидывать всякие обрекушке красотка правда вы уж понежнее с ней бак заправлен замечательно в регалию садимся автоматически доехать до места задания чем там надо уже не помню но короче мы по наследию поим я думаю что сюжетку хотя бы часть нам живут из серии показать правильно там все подобка вестом но я сразу сказал что я буду проходить вот все вот эти миленькие друг поезд и все вот эти вот фишечки все так буду проходить что потом ко мне никаких вопросов не было то что мне нравится серия файл фэнтези так мало того что она еще классная она еще полностью озвучена на русский язык почему не пройти все вообще все доп квесты все эти хотя я готов поспорить что я сто пудов попущу какие-нибудь пластики я хочу побороться с носорогами ну или кто это если я я надеюсь он струй не должен был посерьезнее а у нет это он конечно он водил вот тебе это переходит все границ хотя бы садим для начала, что-то я в стазисе, нажимаю по делу внимательнее так, хотя вот эта фигня так, надо идти куда-нибудь, место где можно, па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам хватит за мной бегать не подставляйся прямок сведения вадим внимательнее внимательнее па-па у publishing главное, не бегать за пределы это э-э! э-э-э! не, гнез э-ер! ээ-э! э-э! э-э-э выбор! и конец так что это повезет ну я немножечко ау так давай в бурю ай и пока ребята нам справляется вроде бы я посижу отхиляюсь подхилиться ну давай давай внезапно атака ох ты же хорошо было от хрена чего да будет так а а а вызваем а а вообще без плана наш план сокрушить врага а как их проводить идите тише каков план действий пойти напролом а а а а а а а а а тут повсюду песок а а а а а а а прикольно а 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 по крайней мере там я вижу пару ребяток которых отличная краска выйдет все взяли сразу которых мы можем побить только посмотрите ничего машин а а а а а а а а а сейчас просто пробежимся посмотрим что там еще есть не зря же мы сюда заходили правильно щенка будто здесь это реально что-то есть то что тут песок как-то непроста еще не складывается вот здесь реально кто-то будет эй смотри куда прешь а вот там походу реально кто-то и есть как раз да вон они смотрите по сторонам как-то так здесь торчать нет смысла согласен ну да особого смысла нет поэтому карта я не телепортируюсь к регалили стоп ну-ка карта а из вот таких мест мы походу не можем вернуться к машине так ну ладно тогда бежим надеюсь на выход что куда-то я не туда походу бегу но попробуем отсюда выбраться вот из конец можно по идее вернуться к машине да отлично не зря так я надеюсь еще а уже вечер а а регалия продолжить там еще еда была ну ладно всего за раз не соберешь и отвлекаться постоянно ну ладно полезная штука воина интересно вот что он будет делать если ночь наступит во время его поездки типа припаркуется или что ух 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 там ну-ка 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 интересно какого они левела да тыс у меня идея ты ударь с тыла а мы тебя поддержим ладно понял если без шуток нас могут побить ввязываться не будем не все путем будем не если без шуток я тебя ненавижу не будем ввязываться не будем так а я не понял а куда собирается их это вот я тоже что-то подумал эй ног может мы заночуем здесь а почему именно здесь потому что здесь будет безопасно уже вот-вот выползут демоны если не задерживаться все будет в порядке да откуда у тебя такая уверенность что монстров боишься к монстрам я привык один такой с нами ездит это что опять наезд конечно так ну что ж мы добрались до сюжетки в общем уже темнеет а вот и форпост о котором говорил сит больше похоже на охотничью базу возможно им что-то известно да плам перебрать ценности собрать выгодно продать эй под бежит ручьем одежда вся в грязи руки в чем-то липком да один мусор я так рада что вы живы ваше высочество моника а где остальные большинство гвардейцев погибло нам едва удалось вывести леди ирис из города сейчас с ней дастин он будет сопровождать ее до листалума я в долгу перед всеми вами маршал ждет вас у королевской усыпальнице так приборы слежения за монстрами лапы прочь передатчик можно взять на прокат обратитесь к представителю штаб-квартиры и не работает круто во всей стране люди собирают букеты из селецветов в память об усопшей толпы скорбящих собрались в альтисии чтобы проститься с леди лунафреей в отсутствие останков за упокойную молитву читают у подвенечного платья которое она так и не надела некоторые еще верят в то что оракул жива однако никто не решается прервать молчание но судя по тому что мы слышали она жива хоть я и молода но я оракул по крови как и моя мать я приложил все усилия чтобы на земле воцарился мир так начинался путь самый юный из оракулов за всю историю тяжело ли благословлять людей было бы очень эгоистично жаловаться на свое время когда столько людей томятся в ожидании поверьте я не буду знать покоя пока они не обретут утешение весь мир с тревогой и удивлением наблюдал за тем как взрослела эта девочка вы хотели что то сказать всем нам если кто то из ваших знакомых прикован к постели или не может прийти ко мне пожалуйста скажите мне об этом и я приду к ним ведь это мой долг а до тех пор меня ничто не остановит ее сила духа вдохновляла всех нас чем дальше тем больше что вы думаете о договоре когда война закончится люди станут меньше страдать этот договор судьбоносный шаг к светлому будущему пусть все знают мы идем по пути к истинному миру во всей стране люди собирают букеты из селецветов в память об усопшей какая встреча вы здесь надолго? а то мне бы не помешала ваша помощь в поиске жетонов прах к праху найдите жетоны ну короче ладно я пока пойду все таки по заданию поэтому думаю что все остальное потом да за ним не угонишься инсомния потом молот теперь усыпальница дадим ему прозвище неугомонный кор бессмертный звучит еще круче внимание опасно для жизни в этой местности вводятся агрессивные вредители и опасные демоны он сумел выжить в инсомнии а это не шутки ну говорят фортуна любит смелых каждый сам кузнец своей удачи думаешь это совпадение то что он вышел живым из всех боев ух ты там какая-то статуя ну на руку по крайней мере похоже прикольно ладно посмотрим и зачем ему королевская усыпальница может дело в короле Люцеса который там покоится вот съездим узнаем я думаю что нам ну он хочет передать нам либо кристалл либо кольцо ну тогда как бы это имело бы логику ну ладно посмотрим мы на месте усыпальница достойная короля зайдем и поговорим с маршалом ну что ж пошли маршал наконец-то принц ага так зачем я сюда пришел за силой королей что веками передается через родство душ одна из таких душ перед тобой поскольку ты король ты должен принять эту силу король король чего не время сомневаться в своем предназначении король защищает свой народ он защитил одного принца такое предназначение пожертвовать всеми ради своего сына нокт сколько еще ты будешь отсиживаться король доверил тебе роль защитника роль защитника тогда почему он мне ничего не сказал почему он стоял улыбался почему почему он солгал мне он хотел чтоб ты помнил его не как короля а как своего отца он верил придет время и ты станешь защитником своего народа выбора он мне не оставил от силы королей нельзя отказаться ваше величество королевское оружие предназначено призрачное оружие таящие в себе силу древних королей она обладает невероятной мощи на расходы это быть осторожны и всегда держите при себе зелье и другие лечебные предметы чтобы вовремя спасти нокольца от смертельной опасности нич мудреца это лишь часть наследия твоих предков твой путь только начинается рядом есть еще одна усыпальница советую отправиться туда усыпальницы разбросаны по всему миру все они в опасных местах в этот раз я буду тебя сопровождать и чтобы помочь и чтобы оценить твою силу так сколько вообще этих королевских сил всего известно 13 единиц королевского оружия и каждая находится в отдельной усыпальнице я заручился помощью охотников они возьмутся за поиски забытых усыпальниц а где-то ближайшая который ты говорил кикатрийский котлован мы знаем что гробница находится в самой глубине тоннелей чувствую нам придется пройтись довольно далеко поэтому почему бы не сделать это следующей серии друзья мои да я думаю ногт со мной согласен ну чтож всем спасибо за внимание с вами был как всегда дес и всем пока пока и удачи друзья мои увидимся в следующей серии